Состояние участков, которые выделяют многодетным семьям, находится в непригодном для проживания виде. Инфраструктура для них не развита, вплоть до того, что элементарно доехать до них проблематично. Именно с этой темой началась встреча с жителями городского поселения Правдинский, с главой Пушнинского района в средней школе номер один. Сегодня на учете стоит почти 800 семей, из которых сегодня 300 почти получили участки. 300 участков роздан, и к ним, причем с тех времен, когда это нововведение в законе появилось. И ни к одному населенному пункту, где есть участки для многодетных, нет инфраструктуры. К каждому надо подводить. И мы сегодня по мере возможности где-то в Софрино пытаемся помочь людям, на свободу и на дорогу, где-то в Карасово, просто руки не дошли. На улице Огородной жителям хотелось бы видеть детскую площадку, поэтому о планах ее строительства также спросили на встрече. Просто в этом году мы сделали большую работу, это у нас 6 дворов, это порядка 11 домов, и на следующий год заложили. В следующем году я думаю, что постараемся в начале лета уже поставить. Перед встречей Сергей Гребенеченко и глава поселения Правдинский Кирилл Федоров посетили и проверили подвалы дома, который предназначен жителям, переселенным из аварийного жилья. Из-за недобросовестной работы подрядчика проживание там невозможно, и пришедших волновало, какие действия будут приняты по решению данного вопроса. Все будут переселены. Есть ряд квартир, еще раз говорю, несколько квартир, где мы вынуждены будем предоставлять, мы сейчас ведем переговоры с другими застройщиками, для того, чтобы эту проблему решать. Но в основном, в большей степени, квартир мы доведем до ума, приведем их в порядок и в соответствие, и пригласим еще раз тех же специалистов, которые осматривали дом. Хочу еще раз подчеркнуть, что заключение о том, что в этом доме проживать нельзя, никто официального не делал, экспертиза не проводилась. Было мнение одного сотрудника Минстроя. Мы пригласим и комиссионно попросим оценить состояние этого дома, для того, чтобы у нас было официальное заключение специалистов, специалистов, дипломированных, лицензированных, на то, чтобы могли мы предоставить часть документов в суд, часть жителям на руки, где будет написано, можно или нельзя проживать. Маленькой значимой победы в городском поселении Правдинске на сегодняшний день Сергей Гребенюченко считает тот факт, что теперь местный дом культуры внесен в реестр государственной собственности. Подняли историю и выяснили, что здание Дворца культуры, в отличие от предприятия Сторос, не приватизировалось, а лишь передавалось по сведениям. Второй год здание Дома культуры находится в не наилучшем состоянии и не отапливается. Чтобы привести его в порядок, Министерство имущественных отношений Московской области было отправлено письмо, в котором администрация городского поселения Правдинский сообщает, что готова принять его в собственность. Как только будет решен этот вопрос, Домом культуры смогут полноценно заняться и восстановить. Евгений Коломит, Владимир Парфенов, Телеканал Твой.